В третьем веке в Малой Азии жил юноша Парфений. Необученной грамоте он знал почти наизусть священное писание. У него было доброе сердце, и чтобы хоть как-то помочь нищим и убогим, он уходил удить рыбу, потом продавал ее на рынке, а все вырученные деньги раздавал беднякам. Был он отмечен благодатью Божией и с именем Христа на устах, святой Парфений стал исцелять больных и немощных, изгонять бесов и творить другие чудеса. Узнав о столь добродетельном юноше, мелитопольский епископ Филипп призвал Парфения к себе, дал ему образование и вскоре поставил его епископом города Лапсака, где в то время было много язычников. Святитель Парфений стал усердно распространять веру во Христа, подкрепляя многими чудесами и исцелениями больных. И потихоньку ламсакийский народ стал отходить от своих языческих верований. А Парфений, получив разрешение императора, разрушил идолищеские капища и стал возводить Божьи храмы. В одном из капищ Парфений нашел большой камень и решил его обработать и пристроить в новом храме. Но дьявол на это так разъярился, что прокинул повозку с этим камнем и убил возничего. Но Парфений воскресил его своей молитвой, а дьявола посрамил, что не смеет он мешать делу Божьему. Однажды Парфений изгонял беса из одного человека, страдающего от него еще с детства. И нечистый дух стал просить Парфения дать ему другое место, на что Парфений предложил ему обитать в себе. Дьявол, как опаленный огнем, отпрянуло цветово и с криками «Как я войду в Дом Божий!» скрылся далеко в места непроходимые. Многих страждущих он излечил и от телесных недугов, и одержимых нечистыми духами. И каждодневно являя людям великую силу веры во Христа, святитель Парфений обратил множество язычников к истинному Богу.